Устоявшаяся в последние дни в городе рекордная с начала лета жара заставила горожан тянуться ближе к водоема. Вдоль берега Большого и Малого Енисея многолюдно. Среди отдыхающих немало взрослых и все же основной контингент вблизи реки – это коротающее время на каникулах дети. Вот и Никита со своим лучшим другом накануне пришли на ближайшую речку спастись от полуденного зноя и освежиться. Ничто не предвещало беды. Спасатели поисковой операции убиты горем родные. Несчастный случай с одним из подростков произошел в считанные минуты. 13-летний Егор начал тонуть, не справившись с сильным течением Малого Енисея. Не раздумывая ни секунды, на помощь другу кинулся Никита. Я вот отсюда прыгаю, плыву к нему, беру, он меня за горло так вот хватает, а я сам уже тону. Он паникует, дышит некий, плывем, плывем. А я-то сам уже тонул и воды нахлебнул. Говорю, этот Егор, подожди, сейчас мужики помогут. Я говорю, мужчина, помогите нам. И один мужчина поплыл, тоже не смог его спасти. А я уже, ну, ничего не мог сделать, кое-как сам доплыл, думаю, сейчас сам утонул. Как говорят спасатели, мальчика во время купания могло затянуть водоворот. В этих местах это нередкое явление. В поиске пока результаты не дали, поэтому у нас есть план осмотреть вот эту большую яму водолазами, силами водолазов. И там вторая яма есть. А что такое яма? Яма, ну, это вот впадина глубокая, где вода образуется круговерть. Тут, смотрите, волна идет сюда, а в этих ямах она обратно поворачивает. В основном в таких местах люди и тонут, потому что люди начинают в таких местах бороться против течения. И они думают, надо лучше плыть к берегу. Совет, просто в таких случаях надо плыть, отдать все течения, плыть по течению дальше, дальше, дальше по течению идти, а потом чуть-чуть там, где водоворота нету, там выйти. Просто инстинкт самосохранения. Люди сразу начинают тянуться к берегу, начинают бороться с волной и ослабевают, или судороги схватывают, и все, человек тонет. Вот такая ситуация. В первые часы после случившегося спасателями была обследована акватория реки Енисей. Параллельно водолазы метр за метром проверили прибрежное дно места ЧП. Видимость по местам хорошая. Там глина тоже есть, в некоторых местах только видимость метра дальности. А где там течет, там больше видимость. Поисковые мероприятия длились до наступления темноты, но поиски результатов не дали. Как мы можем наблюдать, жители Кызыла и гости столицы любят отдыхать у реки не только на правом берегу, так и налево. Спасатели предупреждают родителей внимательно присматривать за своими детьми. Не доглядели за своим двухлетним ребенком родители в поселке Сукпак 9 июля. В этот день около 11 часов вечера в дежурную часть полиции поступило сообщение о пропаже малыша в лесном массиве вблизи населенного пункта. Установлено, что в этот вечер семья пропавшего мальчика находилась в этих местах на отдыхе. После того, как они обнаружили, что ребенок пропал, они предприняли самостоятельные поиски, которые не привели к результатам. После чего мама ребенка обратилась в полицию. Отмечается, что пропавший ребенок с остальными детьми гулял вдоль береговой линии. В какой-то момент взрослые отвлеклись. Спустя некоторое время мама не обнаружила сына. На поиски ребенка были брошены все силы – более 60 сотрудников из числа полицейских и спасателей, администрации поселка Сукпак, волонтеры, местные жители, а также кинолог с собакой. Они прочесали каждый метр как на суше, так и на воде на протяжении всей ночи. Семейный отдых также закончился трагедией. До рассвета потом подождали, потому что там уже, видимо, плохая, дна не видать. С рассветом начали работать с лодкой. Обследовали все острова, которые поблизости. Потом водолазные наши работы шли там, все ямы глубоководные смотрели. После того, как осмотрели все ямы, решили перебазироваться дальше. Просто до островов возле горы Бом. И вот наши ребята на водомете, но она может на не очень глубоких водах ходить. Они его нашли примерно в трех километрах от места утопления, скажем, от места происшествия, где он исчез. Еще один случай гибели ребенка в воде произошел 7 июля. В водах искусственного водохранилища, расположенного в 10 километрах от села Твихая, Дзунхемческого района, утонула 10-летняя девочка. Проведенными неотложными мероприятиями установлено, что 7 июля текущего года около 16 часов 4 малолетних девочек в возрасте от 9 до 12 лет купались в искусственном водоеме, расположенном в 10 километрах от села Твихая, Дзунхемческого района, без сопровождения взрослых. Во время нахождения в воде не имевшая навыков купания 10-летняя девочка начала тонуть и затем не смогла самостоятельно выбраться из воды, после чего утонула. В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех фактических обстоятельств произошедшего события. Для установления причины смерти малолетней назначена экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Все трагические случаи, связанные с детьми, стали очередным печальным напоминанием, что безопасность на воде должна быть на первом месте. Чрезвычайные происшествия, как злой рок, идущий чередой, стали поводом для экстренного заседания в правительстве республики под председательством заместителя главы Тувы Аяса Чуданула, который подверг резкой критике доклады выступающих. Вот вся наша работа всегда сводится давно. Тысячи провели акций, квестов, бухлеты, памятники, лекции. Вот она наша работа, всегда. Это не только к вам относится, это и всем к ним относится. Горосы дома, господи, все. Вы за это хорошие заплаты получаете. Мне уже на самом деле, на самом деле, надоело уже каждый раз, мы слушаем, какие правы и доклады, вот стопы, 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 а у нас вот факт, а не стоп. Мы должны были произвести разбор. Если вы сами не виноваты, вот именно по этим фактам, я конкретно фактам спрашиваю. Четыре человека погибло, детей. Если вы сами не виноваты, тогда, пожалуйста, отредите в вере ответственности всех за аттестовую структуру. Если вы на такие беленькие чистенькие, вы скажите тогда мне, кто не нарабатывает. Я это хочу слушать. Вы мне скажите сейчас, кто виноват. Кто прав, а кто виноват, выясняли в ходе всего заседания. Понятно было одно, что ведомство не взаимодействует между собой. Местных указаний у нас нет, пряжи нет. Актримирование обеспечивается в меру своих возможностей. Завнодействие, координация как-то по серьезному качеству объекта отсутствует. Конкретного разбора по конкретным ситуациям по факту гибридетей тоже нет. Если мы конкретно факты не будем разбирать, оттуда мы все именно по конкретным фактам. Соответственно, не будем делать голоду именно в обычной форме и носить предложения. У нас как голода такая ситуация, как разнялись. АЯС Чуданол потребовал от всех ответственных структур и муниципалитетов четких выполнений задач. В первую очередь организовать информирование населения о несчастных случаях на водных объектах с призывом соблюдать мир и безопасности. О контроле за детьми, недопущении несчастных случаев на воде и распитии спиртных напитков. В срок до конца купального сезона закрепить несанкционированные места для купания за органами исполнительной власти республики для патрулирования береговой зоны водоемов. Конечно, мы всех не заставим. Если нет места, то специально не будут. Конечно, люди будут купаться, а они там будут купаться, еще какие-то будут купаться. Это же, если на сумке, соответственно, нужда, тем более, если шарапово. Но когда, получается, мы даже какие-то другие предпринимаем, пока не будут отформляться, пока не отформляют, пока не изысканы финансовые средства. Несчастные случаи на водоемах, к сожалению, происходят из года в год. И в первую очередь обезопасить своих детей от них – обязанность взрослых. В целях предотвращения гибели детей на водных объектах в результате несоблюдения правил безопасности со стороны взрослых, родителей, Главное управление МЧС России по республике ТВА просит жителей республики при отдыхе вблизи водоемов быть особенно бдительными в отношении малолетних детей и оставлять их ни на секунду без присмотра. Правоохранители подчеркивают, что основной причиной детского травматизма и несчастных случаев, включая и летальный исход детей, является отсутствие надлежащего родительского контроля и присмотра. Как показывает анализ, более 80 несчастных случаев, происходящих с детьми и подростками, можно было предотвратить при более тщательном контроле со стороны родителей.